Добрый вечер. Сейчас я вам расскажу про одну замечательную машину, а вы мне в итоге, когда я назову ее марку, не поверите в то, что она замечательная. Машина это кроссовер. Среднеразмерный кроссовер с двигателем в 2 литра. Мощность у этого двигателя названа, вот она на самом деле взята с потолка, но великолепно совершенно, названа в 149 лошадиных сил. И фирма в этом отношении молодец, потому что она совершенно четко знает предел, дальше которого взрываться не надо. Приятно, конечно, заявить, что у тебя двушка дает, например, 300 лошадиных сил, но налоги, особенно у целевой аудитории, рубеж 150 очень не любят. Поэтому 149 лошадиных сил. Причем фирма молодец ровно настолько, что у нее целая гамма двигателей под эту машину. И все двигатели, вне зависимости от того, дизельные они, бензиновые, они все 2.0 и все 149 лошадиных сил. У этой машины есть масса потребительских достоинств, в этом классе, в принципе, не присутствующих. Есть мелочи, есть приятные и очень серьезные довески. Из мелочей. Представьте себе довольно комфортную ситуацию. Салон, кожа, все 4 места имеют подогрев. То есть даже сидение сзади подогревается. Подогревается руль, подогреваются зеркала, но это вполне естественно, и зона покоя стеклоочистителя. У этой машины есть такая удивительная опция. Когда поворачиваешь ключ на старт, она показывает, вот я честно скажу, не видел больше ни у одной машины такого. Она показывает угол поворота колес. Мне это не нужно, большинству людей это не нужно, но любая блондинка будет очарована этим вниманием, потому что она же не знает, как именно стоят колеса. Он понимает, они, например, вывернуты в упор налево, или чуть-чуть налево, или направо. Это работает только в статике, но так или иначе подсказка очень приятная. У этой машины совершенно потрясающе два посадочных прожектора, и когда ночью пытаешься к ней подойти и сесть, то в зеркалах, кстати, зеркала имеют электроскладывание, зажигаются мощные прожектора, освещающие площадку. Ты выходишь из машины и попадаешь, понимаешь, куда попадаешь, соответственно, когда садишься, подходишь и видишь, что у тебя там под ногами. Немаловажно. В этой машине очень удобно сидеться. Хорошие регулировки. Мне не понравилось только то, что механический подпор поясницы постоянно из промежуточного положения отщелкивается. Если его в упор вывести, когда он упирает тебе в позвоночник совершенно конкретно, он держит намертво. Если его убрать в другое положение, когда его поддержки нет, в принципе, он держит намертво. Если он стоит в промежутке, то как только ты наступаешь на педаль, машина получает ускорение, моментально отщелкивается это промежуточное положение, и ты проваливаешься в безопорное состояние. Двухлитровый двигатель, ну, на самом деле, практически шедевр. И по мощности своей, которая явно завышена, и по сути, и по очень маленькому аппетиту. Потому что в режиме старт-стоп, чур я первый дядя Вася на этом светофоре, ах, умри, BMW, ну, больше 12,5 литров не получается. То есть вот эти городские гонки, когда так, а наотмашь, да я тот, да я на джипе, да я вообще всех в натуре, ну, 12,5, то есть под 13 литров это очень неплохо. При том, что в паре с шестиступенчатым автоматом расторопно работают они. Шестиступенчатый автомат молодец, у него есть пауза запаздывания в самом стартовом положении кикдауна, но при всем при том, вот когда ты наступил на педали, понимаешь, а, уперся, смотришь, а ты уже первый в потоке, а ты уже улетел вперед. То есть, с одной стороны, он дает тебе впечатление запаздывания, а с другой стороны, он со своей работой справляется. Причем, что эта машина, когда на наш рынок пришла, у нее коробка была отвратительно настроена. И все ругались, полный был совершенно диссонанс между мотором, коробкой, передачи подтыкаются непонятно куда и зачем. Оно не работало вместе. Все, поменяли прошивку, оно заработало как надо. Работа над ошибками, что приятно, машина не так давно пришла на наш рынок, работа над ошибками проведена, и вот теперь этот альянс. Если не педалировать, ну, где-то, наверное, литров порядка 8 на 100 километров 95-го бензина. То есть, хороший мотор, хорошая коробка. Ко всему прочему, в этой машине совершенно невероятная шумоизоляция. Там реально тихо. Дороги не слышно в принципе. Ну, вот вообще не слышно. Она, конечно, обута в омерзительные шины. Одни из, наверное, худших, какие только бывают на конвейере. Очень плохие. Они не держат колею. С ними реально сложно. Это обычные такие дорожные шлепанцы. И кроссоверу они, конечно, поперек горла. Но, с другой стороны, такая комплектация позволяет все равно уже ехать. То есть, это не BL85. Это резина плохая, но на фоне того, что есть на некоторых наших машинах, это не так уж и смертельно. В совокупности получается очень гармоничный автомобиль, у которого масса регулировок, позволяющих удобно устроиться. Масса крючочков, полочек, ящичек. Ящичков хорошие, интересные дополнения в виде вот этих разных подогревалок. Нормальный приемлемый багажник. Внутри лежит полноразмерное запасное колесо. Тоже немаловажно. И у него блокируется межосевая муфта. То есть, это попытка сымитировать блокировку межосевого дифференциала. На бездорожье это не делает машину покорителем абсолютно любого субстрата, но так или иначе позволяет выкарабкиваться из неприятности. А если вы еще позаботитесь о резине и оденете что-нибудь зубастенькое, в общем-то, вы подступитесь по тактико-техническим характеристикам к дастеру. А дастер это как раз вот тот самый волчок в овечьей шкуре, про который все думают, что это побрякушка, а на самом деле это вполне серьезный боец. Автомобиль по цене в нижнем диапазоне. Все, что в этом классе существует, оно дороже, чем он. И получается, по не самым несусветным деньгам, конечно, естественно, как и полагается в нашей стране, мы страна третьего мира, у нас экономика не то, что недоразвитая, а в принципе при смерти. И именно поэтому в нашей Папуасии принято, конечно же, драть в три конца с любого клиента за все, что угодно, начиная от мороженого и заканчивая квартирой, в промежутке автомобилей и услуги. И это вот в Америке, где рынок развит, там вот попробуй продать машину за такие деньги, за которые у нас. Он просто никто не купит. Ну, как минимум, как максимум, обидится, еще по судам затаскают. У нас это можно, поэтому у нас рынок очень сильно перегрет по цене. И вот молодцы сейчас партия, не помню, как она называется, я никогда не знал, что существует такая партия, по-моему, они называются Родина. И они сейчас инициируют неплохую достаточно идею депутатам разрешить ездить на служебных машинах не дороже одного миллиона. Молодцы. И не потому, что депутаты сволочи, а потому, что если они пробьют этот ценовой порог, то это означает автоматическое снижение всех остальных цен. Это означает, что депутату же ему уже никто, да и у Матис не предложат, ему уже будет какой-нибудь, ну, хотя бы Камри. Значит, Камри будет стоить меньше миллиона. Тогда весь рынок автоматически станет дешевле. Но пока этого не произошло, мы имеем те цены неправедные на сегодняшний день, которые в нашей стране есть. И вот этот кроссовер, он отличается, во-первых, очень выгодной ценой на старте. Это полный обман. Не имеет смысла покупать машину в комплектации «Велком». Знаете, у многих, даже у нашего УАЗика уже появилась такая комплектация, когда ты приходишь, тебе говорят, что, ну, в принципе, чтобы поехать, уже можно вот за эти деньги. Но если ты хочешь поехать более-менее хорошо, тогда нужно доплатить еще полстоимости. У данной фирмы тоже есть подобное предложение, хотя оно касается машины на механике, на переднем приводе, то есть двухколесной, но, правда, все с тем же мотором, с очень хорошим двухлитровым 149-сильным двигателем. А теперь, что же это за машина? Да, кстати, еще одна поправка. Эта машина, она стоит вровень с великой тройкой кроссоверов Skoda Yeti, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. И эта машина лучше, чем Subaru Forester. Вот Subaru Forester и вообще фирма Subaru, сейчас пребывающая в состоянии деградации и кончины, она вот так вот тихонечко идет вниз, идет вниз, идет вниз, идет вниз, идет вниз. И она уже попала во все списки прогнозов. Вот три японские фирмы, которые в ближайшее время накроются медным тазом. Это Subaru, Suzuki и Mitsubishi. В ближайшие несколько лет, ну, кто говорит, 14-й год, кто говорит, 15-й год, все, вот эти фирмы умрут. Ну, если, конечно, не произойдет чудо, либо они как-то не перегруппируются на рынке. И вот фирма Subaru, которая у нас на глазах в том числе умирает, умирает она под горным знаменем непобежденного когда-то в прошлом участника ралли, мастера по настройке подвесок, умеющего делать автомобили с потрясающей, в том числе, геометрической проходимости. И вообще-то все это так здорово. А Forester у них гениальный. Так вот, этот Forester, его первый раз посрамила Mazda CX-7, опустив в ноль, потому что дебютная машина фирмы, никогда не занимавшаяся кроссоверами, оказалась лучше. CX-7 лучше, чем Forester. А вот теперь пришел еще один игрок, который опустил уже нынешний Forester 13-го года. Так вот, какая это машина? Вы не поверите, но это машина Санг-Йонг Нью Акцион. Это вот та самая маленькая букашка, которая называется Проект 200, и которая рождалась в муках в течение C200. Она рождалась в муках порядка 13 лет. Ее в 97-м году затеяли, и когда ее созидали, созидали, за это время фирма успела сдохнуть, обанкротиться, продаться китайцам, возродиться, поставить на конвейер машину. И если бы не имидж фирмы, то к этой машине относились бы, конечно, более серьезно. Но фирма Санг-Йонг это один из тех неудачников, которая полностью проиграла имидж в нашей стране. Не только в силу своего дикого непроизносимого названия, а в силу своего поведения. Вот они пришли к нам изначально торговать тряпками, они торговали кроссовками, они автомобилям не уделяли внимания. И когда вдруг выяснилось, что наш рынок в том числе перспективен и для автомобилей, тем более Санг-Йонги, полный привод, рама, тогда еще только рама, это же наша, они не смогли понять, что нужно на этом играть, нужно в это вкладываться. И имидж Санг-Йонга, он ниже плинтуса всегда. Любой человек, который покупает любой Санг-Йонг, это неудачник, вынужденный оправдываться за свою покупку. При всем при том, что вот, например, C200, представьте себе, вот эта машинка C200, которая, нее акцион, она реально лучше Форестера. То есть инженерный потенциал фирмы, он с большим достоинством держит удар на рынке кроссоверов. А имидж, а имидж не позволяет. Перерыв на новости. Телефон экипажа заодно Сергея Асланяна. 65, 10, 9, 9 и 6. Поскольку в Москве всего лишь 5 баллов по шкале Яндекса, я так понимаю, немногие желают звонить. Но, тем не менее, Илья, Илья дозвонился. Здравствуйте, Илья. Алло, здравствуйте, Сергей. Здрасте. Вот я хотел продолжить тему несчастного Сан-Йонга. Есть еще один автомобильчик, который, на мой взгляд, очень необоснованно и незаслуженно у нас в стране не пошел. Это Сан-Йонг Родиус. То есть это большой, полноприводный автомобиль, богато нафаршированный по цене деревянный Кэмри. Но у него же внешность, он же был все-таки абсолютно мировым лидером по уродству. Такого второго кракозавра еще поискать. Нельзя нас пугать настолько за свои деньги. Если бы он стоил 200 рублей, ну ладно, в конце концов, знаете, кривая косая, зато готовит хорошо. Слушайте, но с ней же в люди нельзя было выйти, дети же рыдали в голос. Сергей, согласитесь, что Кайрон первого поколения тоже далеко не... Чудовище. Абсолютное чудовище. Причем, я был много лет тому назад на автосалоне, на корейском, у них там, в Сеуле. И они, когда выкатили Кайрон, то он прикидывался концептом. Ну, как концепт, это было так, бодрячком, потому что ты идешь, идешь, ползешь по стеночке в прединфарктном состоянии, потом взбадриваешься от этого ужаса. Ой, какие корейцы, ребята! Но кто же знал, что они не пошутили? Кто же знал, что они это кинут в серию? И вот Сангьонг, это та самая фирма, которая пошла по принципу порочной узнаваемости. Ведь их, например, Муссо, они же не сами до этого додумались, расиста-англичанина, и англичанин им сказал, ребята, ну, я же англичанин, я вам сейчас покажу, как покоряют Европу. И сделал вот этого очень странного агрегатища. Оно поползло туда, всех перепугало, и получилось. Родиус номер один, Муссо номер два. Братцы Кайроны, разбегайся, кто может. Спрашивается, вот в этом прединфарктном состоянии чем торговать? Сейчас, когда они повыгоняли всех этих расистов и начали делать нормальное выражение лица, Родиус они тоже перелицевали, он к нам пришел уже на рынок, на него принимаются заявки, и у него есть в том числе полноприводная версия. Называется он каким-то таким матерным словом, я думаю, дети в детских домах скоро будут ругаться этим словом. То есть даже сангьон, как ругательство, это уже оскорбительно, а вот то, как новый Родиус назвали, я не помню это слово, потому что я даже не весь русский мат выучил, хотя в армии учил его несколько лет подряд. Но конструкция, как всегда, неплохая. Внешность, наконец-то, ребята, за 10 лет дошло, что так нельзя сделать и по-другому. Сделали, правда, они же рожу от кого натянули? Они натянули всю ту же физиономию, которая у них на акцион спорте. То есть один в один ее просто взяли эту маску и гвоздями прибили к выражению лица Родиуса. Хорошо, нет у вас больше дизайнерских идей, по крайней мере, это смотрится прилично. А теперь давайте посмотрим на цену. Автобус, полноприводный, при этом все-таки не внедорожник, и... А привычное есть? Есть. А понятное есть? Есть. А внятное есть? Есть. Ну и что? Сергей, прошу прощения, я вас перебью. А не подскажете, если прошлый Родиус был равный, новый, он тоже равный, или они ушли от равных? А вы напрасно думаете, что он новый. Это рестайлинг. Там ничего нового вообще нету. Это он же самый. Он равный, и все то же самое. Да, да. Кстати, если на него все-таки будут ставить двигатель, который 2,7 турбодизель, максимально 186, по-моему, лошадиных сил, то, по-моему, будет весьма достойная машина, именно вот как... Как круизер, то есть это машина для перевозки большой компании на длительное расстояние, причем не взирая на дорожное покрытие. Ну, оно, конечно, задумано именно таковым. Вот я, кстати, посмотрел в интернете, эта штука называется ставик. Да, да, да. Ставик, ставик, ко мне, ставик, тяф-тяф, служить, ставик, ставик. И вот этот вот ставик, ставище такое, родиусище, у него сейчас моторчик, они ставят, значит, 3,2 бензинку в 220 лошадиных сил, ну и, соответственно, через какое-то время они подкрадутся туда с нормальным турбодизелем, потому что пока у них только двушка стоит. 2,0 турбодизель. И, как всегда, это называется, ребята, угадайте цену. Ведь они же, как все менеджеры, цену назначают до обеда, в голодном состоянии. Из серии, а почем там наш аналог? Аналог у нас какой? А, ну, конечно, Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz Viana. Ну, мы будем на 3% дешевле. Ха-ха, 3 раза. Ребята, давайте думайте еще, потому что, ну, потому что, потому что, так не делается. И вот у них, значит, самый дешевый, который двухколесный, то есть машина начинается с миллиона. Ну, понятно, что Mercedes за миллион мы не купим и не все автобусы за миллион продаются. но я не вижу, я не чувствую в себе порыва купить двухколесную машину за миллион с тем, чтобы что? Ну, с учетом, что она семиместная и на оснащение в базе, по-моему, там достаточно такое на пару страничек. В отличие от наших немецких коллег, у которых цена в 2 раза выше, оснащение, постучите деревяшкой 3 раза. И тем не менее, когда покупаешь немца, понимаешь, за что платишь. Ой, Сергей, вот поспорю я с вами. Столько нареканий по качеству Volkswagen и Mercedes именно на микрособусах. Да, Volkswagen на последнее время по качеству, по-моему, стал на уровне наших Жигулей. Mercedes, Viana пока держится. У меня Viana под наблюдением с дизелем полноприводной, причем в длинном исполнении. Пока единственное, что у него отвалилось, это зеркало об столб. Все остальное за 50 тысяч пробега, ну, даже не поперхнулся. Знаете, 4 Viana, которые используем как разгонные машины, вот сейчас выходные из строя и проблемы с двигателем 2,2, то есть просто, например, на тысячах метрах пробега просто белый дым из выходной трубы. А, Илья, а это не то же самое, не путайте. Это разгонная машина под водителем убийцы, которому плевать? Нет, ну, грубо говоря, машины я получал, людей знают, то есть это не профессиональные водители офисные, ну, как бы так. Ну, не суть, но к машинам относились достаточно аккуратно, обкатывали их, то есть, ну, все равно. И по другим машинам немецкой марки не хотел мне сейчас антирекламу давать. Имейте полное право дать антирекламу. Но, соглашусь с вами, что, в принципе, не надо заниматься фетишизацией и делать вид, будто немцы априори лучше. Корейцы, они весь мир скоро согнут в коленку и будут первыми, и никуда весь мир от этого не денется. Но... как бы на первесе мерседесовском при фразе, когда мы до этого использовали микроавтобус Федайш-1, он же грамм старых, 2,5 турботипа на ручке, когда у нас за два года он прошел 180 тысяч километров без единой поломки. Ну, кроме плановых работ ТО, колодки, расходники. Вот. То есть, при слове, а вот на Хюндай, что вы нас сравниваете с Хюндайом? Хотя на Хюндай, грубо говоря, ТО занимает 2 часа, а ТО на мерседесе Т-класса занимает 2 дня. Я говорю, вы масло чем меняете? Пипеткой закапываете? Они говорят, не сравнивайте нас с Хюндайом, это же мерседес, тут технология. Ага. Вот именно поэтому корейцы скоро будут номером 1. И в мировом состязании за пьедестал схлестнутся Volkswagen и Kia и Hyundai. А отнюдь не Toyota и GM. Toyota и GM будут драться за третье место. Вот в том числе и поэтому. И ничего с этим не поделаешь. И именно поэтому Hyundai и Kia бросили к нам, например, всякие Эквусы и Корресы. Потому что они в том числе заходят хищно в сегмент мерседеса и часть клиентов они на себя заберут. Не сразу, но заберут. Молодцы. А по поводу вот непосредственно этого самого ставика, если бы у фирмы была репутация и имидж, да, пришли, предъявили хороший товар, сказали, ребята, гляньте, работа над ошибками проведена, полный привод есть, машина замечательная, двигатель 3.2, коробка автоматическая, та же самая Toyota стоит 3 лимона, у нас стоит полтора лимона. Но все спрашивают, минуточку, как вы сказали, Санговый Йонг, это что такое? И все. На имидж надо было потратиться. Не потратились. Интересно, ведь корейцы, по идее, знают проблемы перевода на русский язык. Насколько я помню, Deo Chaos у нас не пошел, был переименован, да еще несколько модель у нас не пошли. Вот почему-то Сан Янг как-то не учел этот момент. Причем, вы же помните, когда мы с вами только открывали для себя рынки и к нам повалил товар, у нас была такая любимая фирма корейская Gold Star. А сейчас она называется еще более поэтично L.G. И мы говорим LG, ну, привыкли. То есть, корейцы поняли, что они, правда, вляпались в Америку, в их патентное право, потому что там была зарегистрирована другая фирма Gold Star. Чтобы не бодаться, они сказали, ребят, хорошо, мы будем красиво называться L.G. Они вложили денег в имидж и теперь L.G. не режет слух. И мы знаем, что L.G. это прилично, а Gold Star уже все забыли. Санговый Йонг, он в этом отношении такой немножко трахнутый по мозгам, он говорит, как? А кто-то не знает, что самая великая на свете фирма это Санг Йонг? А вы что, не в курсе, что наши две пустые ладошки, из которых чего-то такое улетело, вот эти ладушки, ладушки, ну, типа луковица, эмблема, это великое магическое заклинание, способствующее диверсификации бизнеса и понеслась. Нет, мы не в курсе. И то, что мы ругаемся словом Санговый Йонг, они этого не знают. И вот когда только-только они пришли в нашу страну, я приехал к представителю этой фирмы, это был мальчик, который сидел на профсоюзной и торговал кроссовками. Я к нему пришел и сказал, вы знаете, вот я к вам приехал на машине, которая называется Каранда. И причем это был не просто Каранда, это был фантастический юбилейный Каранда к 50-летию джипа, потому что это был патентованный CJ-5 с одним фантастическим отличием. У него был цельно-алюминиевый кузов. То есть это единственный легальный в мире джип CJ-5 с жестким верхом. С двигателем у него была рядная шестерка в 180 лошадиных сил. Я к нему приехал на этой машине и сказал, вы знаете, тут по-моему есть о чем поговорить. И этот у меня человек спросил, вы кроссовки брать будете? Я говорю, не, не буду. У меня кроссовки Каранда называются, не хотите? я вам пару контейнеров бы отгрузил. Спасибо. А с машинами что? Ну, знаете, машины, ну нет, это не так актуально. Мы вот тут вот. И в этот момент как раз к нам уже пошли Каранда Фэмили. Это была следующая машина, которая была сделана из старого Исузу Труппера. И целая партия этих машин была реализована. Я помню, как они продавались, какой интерес они вызвали, потому что рама, полный привод, раздатка, блокировка. А представитель фирмы Сангового Йонга торговал тапками и тряпками. Вот оно имя. Любое имя, ведь поначалу любое имя режет слух. Придумай любое слово, ну вот когда первый раз появилось там РТСБ, аббревиатура из четырех букв была непривычна. Сейчас все знают, РТСБ, пожалуйста. Придумай любой бренд, какой-нибудь там корчичевачку. Первый год будут говорить, это что за жуткое слово. Через год привыкнут, но при поддержке. Санговый Йонг ухо режет по сию пору. Перерыв на новости. Всего лишь 5 баллов. Москва парализована на вылете. Единственное, что более-менее шевелится, это Киевское шоссе. 65, 10, 9, 9, 6. Таким бодрым голосом продолжаем. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Я рад, что вы дождались, Кирилл. Я как рад. Еще. Но ничего страшного. Я некоторое время назад беспокоил вас относительно извращенных мук выбора полноприводного седана в рамках полутора миллионов рублей. Вот. И докладываю вам, что добавилась некая альтернатива, скажем так, в виде Тегуана. Ух ты. То есть, из основных требований машины покупаются девушке с полным приводом, желательно с вебастой, соответственно, вероятно, с дизелем. ну и ряд таких расхожих требований, как кожа, к Синон, все это должно в полтора миллиона рублей уместиться. Интересным предложением звучала рестайлинговая С60, которая в Т5 249-сильным двигателем придет к нам с полным приводом, осенью. Вот. Поскольку в рамках озвученной суммы каких-либо внятных альтернатив по показателям комфорта, шумоизоляции, динамики и так далее, в общем-то, среди конкурентов не снискать. Но, скажем так, девушке очень нравится машина, потому что она седан. И я понимаю, что если машина нравится, это, конечно, в 80% случаев повод ее купить. Конечно. Но Тигуан отличается тем, что его клиренс не 136 миллиметров. Отличается тем, что он так или иначе более благовидный, более, как сказать, выпускаемый, более продаваемый. Да, есть в нем что-то такое, на мой взгляд, более практичное, чем S60. Она для девушки. Абсолютно смущает тематика разговоров про АБС. Зайдя несколько дней назад в салон, я ожидал, что будет просто какой-то вал на меня. Да что вы, откуда вы взяли про АБС? Но как бы закономерная реакция менеджеров на посыпавшиеся вопросы от клиентов, а что будет с моей машиной? Но на мое, к моему абсолютному удивлению, мне сказали, что мы о таком не слышали, у нас все хорошо с АБС. И вот у меня теперь дилемма. С одной стороны, я понимаю, что есть красивое решение, есть решение, при котором девушка будет довольна, но есть решение более практическое, но с некой запятой, в случае минимальной аварии на снегу, я буду чувствовать свою вину. Ну, во многом, потому что я знал о проблемах с АБС. Вот как бы в этой ситуации вы порекомендовали себя повести? Девушка с полным приводом, это всегда опасно, тем более, если девушка, например, оседлает вместо ступы такую помело мощное, как Т5, С60, я даже не представляю себе, сколь витиеватой будет траектория ее полета в повороте. Полетит, боитесь, да? Полетит на 100%, потому что девушка, она ведь, как правило, воспринимает автомобиль приблизительно так же, как утюг. Он полностью подконтролен, и ей кажется, что если она ему сказала поезд 100 раз-два, то он встанет. Почему у нас, например, огромное количество людей бьется при переходе на зимнюю резину? Потому что они прочитали липучка, шипы. О, а что, разве нужно еще скоро сбрасывать? Я как входил на 80% в поворот, так и вхожу. Она же липучка, она же должна привыкнуть. Понятно, но мы не берем клинические случаи в рассмотрение, и хотелось бы отметить, что, в принципе, понимаю, я буду звучать субъективным в своих оценках, но девушка действительно положительно выделяется адекватностью на дороге среди прочих своих сородичей. Но выбор-то машины говорит о том, что выделяться-то она выделяется, но при всем при том ей еще и желательно, чтобы все понимали, это помело, и на этом помеле дай дорогу. Она же не собирается тихо красться на просто удобной машине. Ей нужен седан, причем желательно хищный, и такой однозначно представительный, который сразу расскажет, кто есть кто. Она же не... Совершенно верно, есть требования к имиджевой стороне этого вопроса. Это же видно. Причем она же не рассматривает, например, Volvo V40 Cross Country, которая с двигателем... Сергей, извиняюсь, что перебиваю вас. Вы понимаете, машина настолько тесная, и мне очень нравилась она концептуально, но ровно до того момента, как я впервые в ней оказался. Дело в том, что у меня 70-е, и, понимаете, вот она, опять же, покатавшись немножко здесь, она говорит, а что здесь так тихо, а почему такие стойки завалены, а как я буду здесь ездить, а сзади вообще никого не посадить. И интересная машина XC, ну уж больно, вот на практике тесновато, хотя шумка, подвеска, подвеска, кстати, жестковата с ее точки зрения, представляете, это вам девушка скажет, что подвеска слишком жесткая. Это определенным образом отразает ее способность анализировать автомобиль. Знаете, девушка закончит тем, что попросят от вас какой-нибудь полноприводный американский Cadillac, потому что у него подвеска мягкая, он полноприводный и в потоке он точно позиционирует клиента. Потому что вот это хождение вокруг имиджа да еще за полтора миллиона, да чтобы шубка сидела здорово и чтобы дача была с балконом, это настолько, мягко говоря, тяжкая игра, что выхода в финал у нее нет. Потому что вот так вот играться в все эти подборы можно очень долго. А ведь есть масса других машин, там типа Тианы, Кизаши, всяких Легаси, которые она не рассматривает в силу того, что ну Япония, ну что там, хочется какого-нибудь немца. А можно, например, пойти в сторону Мерседеса. Полный привод. А BMW? Все стоит дороже. И Мерседеса, и BMW абсолютно минимальная пластиковая что Мерседес, что BMW начнется от 1,6. Да, и дальше. То есть это действительно невзвешенное предложение в базовой комплектации. Его явно нужно как-то расширять. Сергей, я извиняюсь, я услышал нотки скепсиса, связанные с, скажем так, высокой долей имиджевой составляющей в критериальном наборе, но вы понимаете, скорее, я боюсь, дело не в этом. Мы же действительно готовы смотреть на другие варианты. Но опять же, если мы хотим комфорт, если мы хотим полный привод, если мы минимально не хотим японцев, ну вы же понимаете о чем идет речь. Я понимаю о том, понимаете, Кирилл, тут на самом деле чувствуется момент такой хороший девичьей избалованности, когда я хочу то, на что я не заработала, а поскольку предел у меня ограничивается суммой в полторы, я тем не менее хочу, чтобы это выглядело на два. А такие варианты они очень тяжелы в поиске. И это не Боюсь, вы правы. Да, так это чувствуется. И у девушки на самом деле вариант вот какой. У нас сейчас к счастью рынок потихонечку умирает, еще немножко и начнут рушиться премиальные бренды. Вот сейчас пока паника началась в среднем ценовом сегменте. Посмотрите, какие скидки пошли на всякие Крузы и на прочие автомобили. На Форды какие скидки пошли. Мерседес, БМВ, Ауди пока держатся. Ну, потому что пафос, потому что нам Мерседес на туре. Вот у них скоро эта натура закончится и на волне кризиса у них начнутся весьма привлекательные цены. И тогда можно будет взять либо полноприводный Мерседес, либо полноприводную БМВ и уже будет совпадение интересов. Девушка, с одной стороны, получает безделушку, которая ей нафиг не сдалась, но при всем при том, на фоне остальных барышень она смотрится просто великолепно, потому что это золотая рама на хорошем полотне мастерски сделанного пейзажа. А сейчас... А про Тегуан ничего не скажете. Если не дай бог она прочитает статью, она тут же убьется. Если она статью про плохой АБС не прочитает, ей никто не скажет, она даже не узнает о том, что у этой машины какие-то там варианты по АБСу. Ну, журнал лежит вот прям в общедоступном месте в квартире, но она его там вряд ли возьмет. Если не прочитает, она будет счастлива. Она проездит на этой машине года три и ни разу не усомнится в том, кстати, та же самая машина под названием Ку-3, она этой болезнью не страдает. Ну, уж больно, как-то удивительно машина за 1.6, 1.7, может быть, пластиковый, консервно-баночный и не шумоизолированный. Может, может. Спасибо большое, Сергей, не ротировайтесь в своих слушателях, мы не такие пафосные, как вы о нас думаете. Спасибо вам, Сергей. Нет, ни в коем случае не думаю, вот, например, о вас, как о человеке пафосном, наоборот, вас видно, Кирилл, чрезвычайную заботу, а барышня, которая, видимо, изменив статус социальный и уйдя из-под папиного и маминого крыла к вам, тем не менее, еще продолжает хотеть быть ребенком. И вы замечательно совершенно пытаетесь ей продлить это тихое безответственное состояние, но идете очень затратным способом. Алло, Евгений. Алло. Вечер добрый, Сергей. Здрасте. Вопросик такой, у меня отец несчастный обладатель Opel Antara. Ух ты. Наконец-таки решился его поменять, купили его, конечно, с горяча, была с ним целая куча ворох-проблем, и они остаются по сей день. С каким мотором, Евгений? Какая машина была? С каким мотором? Брали, вроде как, пытаясь купить надежное, 2,4 бензин взяли, взяли на механике, потому что отец от автомата открещивается просто, я его бульдозером не могу на него затащить. И, ну, брали, вроде как, ну, там, нормальная. Я говорю, ну, там же не блокировок, ничего нет, фигня, на Жигулях всю жизнь ездили на рыбалку, и на этом доедем. Все-таки, как какой-никакой, но полный привод. Ну, в конечном итоге закончилось там сожженным сцеплением, поломанными синхронами первой, второй передачи, которые умерли, причем на пробеге там 23 тысячи, по-моему. Талантливая. Ну, да, нет, так в том числе, что ее никто не насиловал. Она бездорожье-то и не видала, по большому счету. Пару раз на ней попытались там на зимней резине выехать с них, поняли, что это даже не Жигули по проходимости, потому что в принципе вообще никуда в бездорожье не едет. Ну, когда там подключается задний привод, в принципе, непонятно. Такое ощущение, что она без него, ну, конечно, да, как проходимец, машина редкостная. Она легковая, она как была легковая, так и осталась. И разница с Жигулями только в том, что она зверски тяжело весит в сравнении с Жигулями. Да, да, она не просто неподъемная. Да. Жигули, если посадил в дворю, стыкнули, то тут, извините, мне футбольная команда нужна. Да, но тем не менее, все-таки машина сломалась не сама, ей помог хозяин, потому что хозяин ее переоценил. Хозяин, знаете как, талантливые люди спаливают сцепление под замену всей корзины в сборе, где-то, наверное, на 500 километрах, просто к слову. Чтобы у машины накрылись синхронизаторы первой и второй передачи, это нужно было пытаться в раскачку на ней выехать. Достаточно буквально побарахтаться на ней часок в хорошем каком-нибудь глиноземе либо в сугробе и после этого сказать, что плохая машина. Ну, она при всем при этом еще сгнила вся просто за два года. это интересно. Вот это интересно. Потому что крышка заднего багажника, конечно, это вообще кошмар. Ну, еще вляпались, конечно, в нашу сборку это вот кошмар. С пяти дверей закрывались только две. по-человечески. Уже хорошо? Да, три пришлось там уже сам. Причем, когда приезжали на сервис там механики с растущими из непонятных мест руками там мы все настроили. Закрываешь, оно как не закрывалось, так не закрывается. Заднюю дверку надо прям хорошо ее так грохнуть так, чтобы тем, кто в салоне сидит и по ушам досталось, чтобы она закрылась. Мы все настроили, у вас все отлично, у вас все хорошо закрывается. И теперь, на что вы хотите папу пересадить? Вот. А вот мы как раз приглядываемся с ним к Рекстону. Ага. У нас просто получается, что у меня, у тестя Рекстон, он доволен просто вот до детского репета. У него перед этим был Кайрон, он пересел на Рекстона, счастья не оберешься. И вот мы тоже в его сторону поглядываем. Так, вроде машинка большая, багажник мечта оккупанта, и летчик нормальный. Вот тот же самый Рекстон, но только оригинал, называется Митсубиси Паджеро, потому что Рекстон это пародия на Паджеро. Паджеро на самом деле не сильно хуже. Перерыв на новости. 6510996. Антон, здравствуйте. Алло. Алло. Здрасте. Антон, вы в эфире. Да, здравствуйте, Сергей. Меня интересует ваше мнение по поводу октажа уходящего по холле поколения и нового. Причем из нового хотел бы услышать ваше мнение по поводу универсала дизельного. По поводу первый вопрос. А второй вопрос это Альфа Ромайло 152.9 спортвагон. Тоже дизельное 2.4. О, вы любите экзотику. Ну, почему тут душа потянулась на на красоту. Витальянский рынок не знаю почему. Знаете, вот 159-ая Альфа это то же самое, что очень красивая девушка. С ней совершенно замечательно выгуливаться раз в неделю по друзьям и невыносимо жить каждый день. Если вам это близко, то вы можете попробовать себя потратить на подобное удовольствие. Но это совершенно не жизнеспособно. А по поводу Октавий, вообще Октавия РС это одна из самых гениальных машин. Придумать вот такое могли только очень понимающие люди. Потому что хэтчбэк, вот нынешняя Октавия РС, хэтчбэк, в котором можно спокойно перевести холодильник со скоростью 250 км в час, это блистательно. Это сочетание интересов всей семьи. Кому надо рассаду на дачу поехали, а кому надо за адреналиновой зависимостью по куда-нибудь хитрому мкаду или специальным щелкам пофигачиться, тоже пожалуйста. И РС это позволяет. Великолепная машина. Минусов ее не знаю, хотя, конечно, сломать можно любую технику. Плюсы вызывают желание аплодировать. И ее преемник будет не хуже. Он будет больше и интереснее. Но вы сказали, что вам интересен еще дизель-вагон. Вы имеете ввиду РС? РС. У них же два варианта. Хэтчбэк и универсал. Я до сих пор не уверен, что эта машина придет на наш рынок. Но по Европе это очень востребованная штука, потому что все то же самое, только еще лучше. Дизеля в целом они прогрессивнее, интереснее, перспективнее, лучше, качественнее. И вот все говорит за дизель. Если к нам они осмелятся эту машину поставлять, это будет очень интересно. Не знаю, конечно, какой ценник, но вот Октавия РС, особенно новая Октавия РС, это последнее, что не смогли испортить немцы. Они очень стараются уничтожить Октавию как явление, но до РС-ки руки короткие. Чехи тут все-таки им надавали по рукам, и я так понимаю, еще тихонечко по сусалам надвигали. И получилась нормальная РС-ка. Вот сейчас со дня на день, ну, бензиновая, это уже вот она, заявлено на наш рынок. По дизелю не знаю. Ну да. Вот, а с Альфой, ну, знаете как, я бы не советовал, но если вы эстет, то почему бы не попробовать. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, вы знаете, мне 65 лет, вот, из них 30 лет я отработал в экспедициях. Ух! То есть, ну, побывал, как говорится, у нас одни направления и в неизвестном пути, куда неизвестно, куда придем. Меня интересует, значит, и работал я на автомобилях повышенной проходимости. Вот. Алло. Да, это у вас были 131-е зилы, 66-е газоны. У меня были такие газоны, которых вообще сейчас никто даже и в глаза не знает. ГАЗ-63. Да, был такой агрегат ГАЗ-63. аппарат хоровал. И ремонтировался в любых условиях и в любом месте и можно было уехать, ну, и с любой точки, и в любую точку. Причем я ходил везде своим ходом. Начиная, ну, от Сибири и заканчивая всей Средней Азией, Кавказ, за Кавказью, Усть-Тюрк, Казахстан, все прочее, 50-е, то есть, ну, такая работа полевая. Вот. И меня, естественно, интересуют только автомобили повышенной проходимости. Вот, в частности, под «Зерроспорт» дизель, значит, это самое, объем 2,5 литра, мощность 99 литр идей. Ну, правильная машина. А что, у вас какое подозрение к этой машине? Она, конечно, не ГА-63, потому что ваш бортовой агрегат был, будь здоров каким, правда, на другом моторе. А «Паджеро Спорт» это очень правильная машина, и «Паджеро Спорт» была сделана, в первую очередь, именно для нашего рынка. Если вот первый «Паджеро Спорт» делали еще нам и американцам, то нынешний сделали только нам, в первую очередь, под наши запросы. «Рама», «Понижайка», блокировка центра, блокировка сзади, «Супер Селект». Да-да, ну, раздатка стоит, ну, как на нормальном автомобиле. Я его называю «УАЗик», только японского производства. Ну, даже не японского, а тайландского, но, тем не менее, «УАЗик», да. У меня написано «Япония». Ну, не делают его в Японии, никогда его там не делали. Да и бошний. Да. Ну, это 2007 года выпуска аппарат, вот, ну, прошло там 35 всего. Вот, ну, в общем-то, вот, такие вот у меня к нему вопросы, ну, не вопросы, а интересные. Замечательная машина. А вы его брали новым или нет? Да, новый. Ну, вам его хватит еще на 30 лет? Вот. Ну, тем более, учитывая, как говорится, как я езжу, то есть, ну, у меня чисто целевые поездки, вот, то есть, я рассчитываю на, ну, на нашу, на Россию, то есть, у нас дорог нет, но у нас есть только направление. Да, да-да-да, конечно. Вот. Вот, вот такие вот. Скажите, а вот на своем газоне на 63-м, когда вы ездили, я для слушателей уточню, была такая машина, называется ГАЗ-51, вот она же на полном приводе, называется ГАЗ-63. Да-да-да-да. А это капотная физиономия, у нее такой профиль студы Беккера. У вас колеса были с автоподкачкой или без? Нет, в то время ничего не было автоподкачки. И у вас блокировки какие были на этой машине? А самая простая коробка, раздатка, это передний мост и задний мост, то есть, ну, обыкновенные редуктора самые простые. Вот. Двигатель стоял однорядный, сестерка, там где-то в нем мощности, наверное, 70 лоседей, того, наверное, не было. Да. Но факт тот, что он малооборотистый, и вот за счет этого, ну, естественно, тут зависит, ну, большая роль, кто находится за рулем, кто сидит за рулем. Вот. Понимаете? Конечно. Но у вас самое главное, у вас редукторные мосты были, а на редукторах можно себе позволить забраться на самое невероятное препятствие. Да, 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 да. Вот я, вот я начинал это, ГАЗ-53, потом, значит, очень хорошо себя показали наши УАЗики, причем вот эти бортовые. Это которые 452-ые, изначально, когда они пошли? Да, буханка которая. Два моста ведущих. Да. То есть аппарат исключительный, то есть я уезжал, ну, из любых условий, из любых условий, вот выходил из строя двигатель, я его ремонтировал, среди тайги там, в болотах где-то кто-то, но я все равно уезжал. Ну, еще не хватало, вы же не будете брать мобильный телефон и звонить на сервис, не было? В то время не было. Не существовало? А какие варианты? Николай, либо вы, либо вас волки съедят. Ну, волки нет, а эти зэки или бедди, это точно. Ну, и знаете как, и медведь мог прийти. А в тайге самый опасный человек, это зверь, это человек. Это точно. Любой, кого встречаешь в тайге, не дай бог, не дай бог. Я знаю, я говорю, я 30 лет отработал, я прекрасно знаю, с какими людьми приходилось иметь дело. И вот, мне тем, если он нравится, вроде вот этот подмероспорт, он у нас приспособен на наше российское топливо. У нас в России, я считаю, два вида топлива, я бы сказал на русском языке, но я скажу попротив, хреновые и совсем хреновые. Вы правы, именно так. И именно по этому поводу у нас все нефтяные олигархи регулярно ходят к товарищу Путину и говорят, Владимир Владимирович, позволь нам выпускать по-прежнему только хреновое топливо, а то если мы будем делать хорошее, мы же разоримся. И он говорит, да, действительно, ну как же, как же, уважаемый Вагит Олигперов, ты у меня разоришься. Делай, делай. Я хорошо знаю, я работал в нефтяной геологии. Да? Вот вы как раз в курсе. Нефти у нас много, а качество топлива невероятное просто. Ну, если вам сказать так, в этом секрета нет. У нас, в нашей стране, нефти достаточно для того, чтобы в ближайшие 200 лет залить весь земной хреновый. Просто никто не занимается этими разработками. А мы этим занимались. Вплотную. Ну, вот мой, в свое время, профессор из Губкинского говорил, что у нас, в принципе, запасов нефти под 400 лет. Да, да, да. Ну, это я так вот, ну, на скид сказал. Да, да, у нас много нефти, и в этом отношении мы на нефтяной игле можем просидеть еще века три, проспать полностью все. Да, но единственное только, что у нас не ведутся сейчас разработки. То есть, все, все вот эти вот, ну, так сказать, наше бандитское руководство в Росковье, все только пользуются теми старыми данными, которые наработали мы. Ну, может быть, не надо им все тайны открывать? Пусть думают, что у нас всего-то этих месторожней, раз-два, и обчелся. Ну, да. Зачем же мы им в страну так создали? Старый Баскирия, Татарстан и Азербайджан, и все. Ну, ребята, давайте, походите по этим тропам, тем более, вся ваша дружественная бригада, как раз она под это и заточена. Молодцы. Все правильно. Красной Сергей, спасибо, дай Бог вам здоровья, успехов. Ой, здоровья вам, Николай. Как приятно поговорить с настоящим матерым путешественником. Геннадий. Добрый вечер. Здрасте, Геннадий. Спасибо за программу. Спасибо вам, что слушаете. Мы с вами общались, наверное, недели две назад, я тогда разговор закончил, как и в Швеции, ехал на лампочке. Да-да-да, но вы, кажется, уже с тех пор добрались до России. Да-да-да-да. Тут уже сегодня вполне конкретный вопрос. После первого ТО у меня Volkswagen Jetta 1.6 автомат. Так. Ты его прошел, заметил, почетки масла? Нет-нет-нет, запотевание масла, запотевание между клапанной крышкой и блоком в районе цепи. Ага. Обратил на это внимание. Так, машина еще, детский пробег, она была там 15-16 тысяч на ТО. Вот, обратил внимание товарищей сервиса, да, говорит, это у всех так, походил по сервису, разрешили присутствовать при ТО, походил по сервису, там были открыты стола. Да, есть такая фигня. Звоню официальному представителю Volkswagen, то есть именно Volkswagen, от них вопрос, вернее, ответ, обращайтесь в сервис. Я говорю, ребят, это нормально? Да, это нормально. Конечно. Но у меня был Lancer, 260 тысяч, по мини такого не было. у этого мотора, а мотору этому скоро, наверное, уже лет 40 исполнится, это тот самый мотор 1.6, который появился на первом гольфе. Вот, когда он был 1.6, вот это он самый и есть. Он с тех пор, конечно, приобрел массу привлекательных черт, у него и впрыск уже другой, там у него стоял Bosch KG-Tronic, а здесь сейчас у него совершенно другая система, но это он родной. Это мотор, проверенный годами. Вот он как 70, где-то, наверное, четвертого года пошел, соответственно, вот ему довольно много лет. И у них раз на раз не приходится. Очень многие жалуются на этот мотор, а ведь он же, именно этот же мотор стоит и в полуседане. Это тоже он. Да, да, да. И там раз на раз кто-то говорит, что маслом потеет, кто-то говорит, не, ничего не происходит. Это говорит, с одной стороны, о неравномерности качества. К сожалению. Это вот то самое немецкое качество, которое нам всегда гарантирует и говорят, давайте только у нас, потому что мы самые качественные. Вот это оно и есть, полный рост. Понятно. Это уже не немецкое качество. Знаете, мне вчера Геннадий вечером позвонил один несчастный, который купил с горяча Porsche 911, и при пробеге в 4000 у него двигатель истек маслом изо всех щелей. И он позвонил, собственно, не потому, что он не знает, что делать, хотя и это тоже. Он говорит, ну что, неужели Жигули? Да? Ну, про Porsche, если помните, там товарищ по-дорожански за вторую, когда покупал себе Porsche, на капот начал спущиваться. Нет, там понятно, все поменяли без проблем. Геннадий, приятно, вы у нас закрывающие программы. Хороших выходных. Продолжение следует...